итак день 2 дорогие друзья вот все что осталось от нашего богатства нас же у меня был килограмм для того как я ворона начал лепить и так что мы можем из этого поделать я думаю что мы ему такие оперения сделать красивый вот сюда да 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 вот такие перышки вот здесь этому фениксу будут очень декоративны давайте мы с вами их сейчас сделаем в начале для чисто для эстетики почистим кафельные плитки вы знаете я убедился в том что это намного лучше чем стекло во-первых чистится хорошо которых не режется выдерживать температуру не лопается поэтому самые теплые отзывы и последнее дело в том что у нас в германии здесь магазине можно брать как бы пробную плиточку одну я чё там греха таить этим тоже иногда пользуюсь прихожу в очередной обе причем надо учитывать что продажцы тоже меняется и прошу очередную плиточку это не злобство ребята я бы купил с удовольствием да но они не продают по одной вот а дать бесплатно без возврата это они могут а вот продать нет иногда мне удается найти продавца который продает две плитки допустим да это уже радует но это редкость поэтому я вот последний раз взял эту большую плитку расчет рассчитал на то что мне тут будет вот этот наш феникс и лежать ну а маленькие перышки мы с вами будем делать вот тут на очищенных плиточках как я это делаю я беру раскатываю очень тоненько и ровненько кусочек полимерной глины дело в том что после многочисленных экспериментов я все-таки поставил свою фимус крепучие но безволнистая скажем так я полностью разочаровался в атласе это мне не экономит время а наоборот я столько времени теряю на то чтобы по два два три раза перекатать эту самую этот пласт потому что видите ли он опять волнистый так поменьше нам надо нынче сделать то есть я хочу длинный побольше и поменьше так я оставляю специально здесь побольше вот это и потом я объясню почему я такую большую теперь начал оставлять так посмотрим длину длина у нас вот это нам надо поменьше значит здесь закончу и начинаем вырезать хотя в принципе в принципе можно было сделать сразу вот так потом уже вырезать но так как это край проявляется не существенно задеваем первое слой и вот так почему я решил вам это дело показать потому что я тут нашел интересный способ такой таким образом делать листочки я беру другой нож я беру прямой абсолютно прямой нож и делаю вот так смотрите вот я прорезаю и откинаю конец чуть-чуть вот так и таким образом если вам это видно получается вот такие неровные ну как как правит правильно у перышко такие загнутые кончики очень декоративные и так прохожу в середине делаю немножечко больше потолще потом опять выхожу дело в том что когда я тяну на себя то вот именно вот этот вот мечевидный такой острый кончик и получается до конца я не дохожу оставляю потому что эта вещь ломкая здесь становится потом и вот еще раз по этой стороне видите как с какой-либо до стороны вам будет это видно получается такой загнутый красивый кончик тем что я отодвигаю сразу влево так немножечко но сильно тоже не надо иначе ломается ну как бы сама глина тянется я использую свойства и в итоге вот получилось такое хорошее перышко сейчас их на дело мне надо еще два штуки как минимум так а теперь я вам расскажу для чего мне такие большие проволочки дело в том что я нынче решил делать немножко по-другому то есть я прокалываю вот так вставляю сюда так это у нас маленькая вот это маленькая вот это наверно слишком большой сейчас отрижем и вставляю сюда этот проводочек потом уже загибаю и намазываю клеем почему я это делаю потому что в прошлый раз и тогда она будет держаться у меня у ворона постоянно эти от температуры постоянно эти перышки вылетали поэтому я решил сделать немножечко сейчас по надежнее ну вот так сейчас я закреплю склею тут где можно есть соприкосновение контакт вот так и отправлю закипать закипать отправлю ее запекаться а потом уже сделаю все остальное расправлю как нужно и так далее посмотрю нужны ли еще перышки или нет но во всяком случае именно вот этот способ загибания внутрь мне кажется больше мне удачи принесет чем первое когда я просто вставлял все надо испробовать это уже тут в этом месте я приношу извинения за скачки света потому что на улице погода меняется с буквально с частотой в 15 минут и каждый раз подставлять подстраивать света я не хочу ну вот как видите тут все стало и можем как угодно изменять поправлять выгибать немножечко в общем вся свобода действия мне нравится единственное что вот здесь мне нравится приклеилась но сейчас мы оторвем видите вот сюда эти суда пошире немножко так то есть вот я говорю что это медная технология которую я использую на очень очень помогает формировать так как заблагорассудится и это замечательно еще я побывал в магазине запасы теперь фима профессионал не знаю как то мне больше всех нравится и купил еще фима гель отдал за все про все 60 евро но чего жаловаться как грецы не бывает больших расходов бывают маленькие доходы все теперь можем уже приступать крыльям крыло забирает много вот так его первое изготовил так если мы его сюда прикрепим вот так она смотрится но это еще не готова скажем так не полностью полуфабрикатик такой не полуфабрикатик но тут еще должны быть механизмы различны с этой стороны возможно вот эти длинные такие тоже перья не перья огонь скажем так языки огня ну то есть вот теперь когда мы всем запаслись можем спокойно работать целый месяц через месяц надо опять давайте вначале внимательно рассмотрим что я тут делал то есть я пошел от идеи что в прошлый раз у меня воронье крыло получилось почти одинаковым по все по всей толщине это неправильно я считаю поэтому я сейчас взял за основу вот это основание сделал основу за основание и сделал тут вот эти режущие кромки как я хотел а потом уже с двух сторон более мелкие крылья перья и совсем маленькие вот здесь и перекрыл все это такой кропкой который впоследствии еще хочу здесь что-то сделать но это покажет уже тогда когда все закончено будет то есть таким образом если мы посмотрим мне получилось именно крыло здесь толстая здесь тонко какое должно быть поэтому мы с вами как раз сейчас с этого и начнем мы тем временем воспользуемся шаблонами которые у нас остались от ворона и наделаем тут перьев потому что они очень хорошо подадут первый ряд второй ряд и третий но возможно это даже слишком большой хотя вот если суда мы прилепим то будет все хорошо единственное что нам надо будет естественно наделать перьевых узорчиков вот так так давайте сделаем вот это оперение то есть я сейчас пройду сначала надеюсь это видно конечно дорогие мои зрители было бы в сто раз лучше если мы это делали скажем так на серой глине ну я работаю с черной к сожалению не к сожалению но черный конечно это проявляется только потом ну то есть вот так я сейчас чуть-чуть накладывать друг на друга пройду первый ряд оперение наши птички должно быть шикарное чувство я немножко загибаю концы ну потому что все-таки это полимерная глина она может это так запекаться почему бы это дело не использовать и отправлю тоже вот этот ряд хотя теперь сделаю второй ряд теперь я взял второй размер скажем так хорошо что для этого ворона надел всяких раз могу им и пользоваться сниму их суда и начну здесь прямо по верху тоже или поэтому и не отправил в печку я посмотрел множество различных картинок про феникса про жар птицу и у всех у них там в конце три ряда ну в всяком случае у красивых птичек по три ряда таких перьев сюда поставим и вот тут тоже клей немножко сюда вот теперь видно что у нас так это довольно таки хорошо тоже чуть-чуть поднять концы сильно не надо но немножко можно поднять но теперь последний размер вот этот маленький тоже сейчас сделаю и нанесу уже третий ряд то есть я надел сейчас совсем маленьких перышков и начинаю их гнать третьим рядом здесь как я говорил уже погода скачет так что я не успеваю за не следить каждые 15 и 5 минут то выглядывает солнце то я уже замучился и поэтому два видео которых я делал крыло они навернулись пересвечены получились поэтому еще раз вот я взял и раскатал сделал примерно такую же окружность и теперь я хочу сделать здесь эти зубцы для этого я зажарил тут ух ты она не хочет теперь отходить ничего ослободим с помощью силы то есть что я сейчас буду делать и что и намерен делать я буду отрезать эти зубцы вставлять сюда вклеивать обрезать лишнее а потом проведу уже вот этот второй ряд и третий ряд но для начала я все таки это сначала сделала то есть вот так с помощью гели это все закрепил затачивать под углом я буду потом когда они уже здесь встанут хорошенечко а пока отправлю в печку вытащил из печки птичку да получается очень даже довольно таки неплохой рисунок на оперение такое но этими мелкими я сейчас пройдусь дальше дело это нутная скучная вам показывать не стану то есть я вот здесь пройдусь и вот здесь пройдусь потому что здесь у меня встанут такие уже защитные всякие доспехи поэтому вот в этих местах еще я заметил что у птицы или феникса вот эти перья на спине они немножко другой конфигурации чем обычные перышки поэтому я решил сделать себе такую маленькую то взял гильзочку опять у меня их много вот сделал такую при помощи молотка и зубило создал и теперь на делаю много таких перышек которые тоже сначала украшу рисочками а потом уже начну лепить сделать надо будет опять же много поэтому жалею вас выключая видео и и вот навазав птичку нашу гелем спинку и начинаю делать этот ряд таких вот новых перьев принцип здесь будет тот же самый ничем не отличаться единственное что они будут прилегать уже плотно я не собираюсь задирать им пончики следующие ряды у феникса напоминают больше металлическую вырубку из таких вот частей чем перья ну так мы и сделаем с вами не будем отступать от классики так пока спинка там у птички греется давайте мы сейчас сделаем уже заточку так обрежем просто напросто лишнее чем естественно затачивать не будем но лишь так она веселее пойдет так после этого небольшого обрезания пила начинает вернее крыло начинает смахивать на циркулярную пилу что в общем то и задумывалась теперь сделаем вот этот второй ряд ну сейчас раскатав кусочек глины положим сюда обрежем по периметру как должно быть так 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 ну и здесь тоже как там у нас вот так так остальное можно убрать сейчас сейчас уже по что будем резать такие перышки опять потемнело за окном дождь точку и выйдем отрезать уже более такие скосы большие ну и в итоге должны получить точно такой же потом заклепки еще поставим то есть вот так это должно выглядеть а теперь наделаем заклепочек и наставим сюда заклепок итак из печки еще горяченькое вышло крыло оно почти идентично вот этому крылу вот здесь на краях вы видите я сделал обычные которые я использовал для тушки перышки и теперь мне останется здесь вырезать полоску и загнуть ее сюда и загнуть сюда тем самым обернуть край и в то же время закрепить и украсить его сделать два таких острых конца тушка у нас тоже я смотрю смотрится хорошо можно еще здесь один рядик сделать но это уже во второй вернее в третьей части на этом мы наше видео заканчиваем ну я не прощаюсь надолго потому что я сразу же начну делать делать и и Продолжение следует...